Украинские силовики Зайцево, Еленовка, Жабичево, Спартак, Исиноватая, Шахта Гагарина, Тогорловка, Минеральная, Васильевка, Саханка, Петровскому району и аэропорту город Донецк. В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, населенного пункта Зайцево и Старомихайловка, было повреждено 18 домов, 2 дома сгорело в Зайцево. Также обесточен северный пригород Горловки. В результате обстрелов ранения получил один военнослужащий Вооруженных сил Донецкой Народной Республики. Преступные приказы на обстрел территории отдавали командиры бригад Зубанич, Рябоконь, Водолазки, Соколов, Делятицкий, Войлаков и Заболотный. Все данные о нарушении Минских договоренностей были переданы представителям СССР и миссии в БСЕ. Наша разведка продолжает фиксировать концентрацию запрещенного вооружения и лично состава до линии боевого соприкосновения. Так, в районе населенного пункта Толоковка, 13 километров от линии соприкосновения. Отмечено прибытие двух 122-мм КСАУ «Гвоздика». По данным нашей разведки, подразделение Вооруженных сил Украины продолжает взаимные обстрелы между собой. Так, между подразделениями Вооруженных сил Украины и батальона АЗОВ произошла перестрелка. Потери с обеих сторон составили около десятка человек. Это раненых и четверо погибших. Перестрелка произошла в районе населенного пункта Майорска. Очередная комиссия командования Вооруженных сил Украины с представителем внутренней безопасности прибыла в район ротации 30-й бригады населенного Пута Новотроицка для проведения расследования фактов поставки волонтерами недоброкачественных продуктов питания, а именно, отмечается факт наличия в пище наркотических веществ. Также комиссия расследует утрату большого количества оружия и боеприпасов при уходе с позиции подразделений 14-го батальона 72-й бригады в ходе ротации. Кроме того, районного северного пункта Новотроицка на данный момент подвергся активной чистке среди лояльных, настроенных ДНР жителей. Понимая всю бесперспективность ведения войны на Донбассе, военнослужащие, призванные в последнюю волну мобилизации, чтобы не ехать в зону АТО, массово бегут из подразделений и прячутся у своих родственников. Тем не менее, Украина продолжает наращивание группировки вдоль всей линии соприкосновения и готовится к возобновлению боевых действий на Донбассе. Но я заверяю со всей ответственностью, что вооруженные силы республики обладают всем необходимым потенциалом, чтобы отразить любую агрессию.